В парке 30-летия ЛГСМ заканчивается строительство ледового городка. 300 кубометров хрупкого материала обошлись в мэрии Омска почти в полмиллиона рублей. Что было сделано на эти деньги и с какими сложностями столкнулись мастера, узнала Светлана Елавнарова. Менее месяца понадобилось 30 мастерам, чтобы воздвигнуть ледовый город. Его населяют более 20 сказочных персонажей. На создание ушло более 300 кубометров льда. Хрупкий материал привезли с Иртыша. Каждый блок весит более 70 килограммов. Чтобы ледовые блоки лучше прилегали друг к другу, все неровности убирают вот такой троянкой. А далее поверхность нужно зашлифовать шабером. Уже вечером из этого массива получится свеча. Работа на площадке не прекращается ни днем, ни ночью. В 30-градусный мороз и даже в плюсовую температуру. Речик Виталий Шевченко шутит, что в этом году погода явно против ледовой стройки. За 10 лет, что он создает скульптуры, таких температурных колебаний не припомнит. Перепады крайне опасны для хрупкого материала. В мороз лед трескается, при теплой погоде он буквально тает в руках скульптора. Мастерство резчика как раз и заключается в том, чтобы приспособиться к разным погодным условиям. Может быть, здесь получится, что будет подсветка. Дальше здесь куриная такая оппозиция, шейская оппозиция по тему русской сказки. Самовар, наши кавильны, калберинт, подарочки, горочки, чашечки всякие. Вонтакте, где дети попутаться. Ну а главное новогоднее дерево Омска сейчас только украшают. И в этом без специальных кранов не обойтись. А сколько елков в высоту? 20 метров. А чем украшать будете? Электрическими грилляндами 30 метров. Организаторы обещают оставить под елью небольшой подарок Омича, который уже доделывают. Как, впрочем, и весь Ледовый город. Осталось последние штрихи навести, обработать лед пламенем и подмести фигуры. Все будет готово 25 декабря. Именно тогда сказочный Ледовый мир откроет свои двери для Омичей. Светлана Еловнарова и Анатолий Серов. Новости здесь. Омск.